И в продолжение темы, сейчас рубрика «Гость студии». К нам пришла Ольга Запольнова, заведующая диспансерным наркологическим отделением Центральной клинической психиатрической больницы имени Усольцева. Ольга Федоровна, добрый день. Добрый день. Насколько я знаю, для врачей вашей специальности с сентября особенный месяц. Почему? Ежегодно в сентябре проходит антинаркотический месячник на территории Московской области. И врачи-наркологи всегда активно участвуют в проведении этого месячника. Несмотря на то, что работа по профилактике, лечению наркологических заболеваний и наркомании проходит круглогодично, без перерывов. Но в этот месяц мы акцентируем внимание населения, родственников пациентов с тем, чтобы они обращались в наркологические учреждения по каким-либо вопросам, консультировались, возможно, обращались за лечением. И для анонимных консультаций в эти дни работает горячая линия. И мы с удовольствием и стараемся максимально подробно отвечаем на вопросы, касающиеся нашей работы. Телефонная линия будет работать 14 сентября с 11 до 14 часов, когда весь акцент, главный акцент работы наркологов будет направлен на именно работу со звонками, с телефонными обращениями. Давайте назовем этот телефон. Телефон горячей линии 8495-541-0889. И все-таки кто может позвонить? Позвонить может любой человек, взрослый, подросток. Часто звонят родственники пациентов, спрашивают, куда можно обратиться за лечением, какие методы лечения мы используем, какие перспективы после окончания курса лечения у наших пациентов. И вообще, что делать семье, когда случилось такое несчастье и есть больной наркоманией. Все звонки анонимные, без имена и фамилии. Конечно, мы никогда не спрашиваем никакие паспортные данные звонящих. Но стараемся максимально ответить на поставленный вопрос. Насколько эффективны такие профилактические мероприятия уже? Давно проводятся? Есть возможность? Да, по опыту предыдущих лет хочу сказать, что после проведения таких мероприятий к нам в разы увеличивается посещаемость, обращаемость. Потому что информация все-таки доводится доступным образом. И пациенты идут к нам именно лечиться уже. Не только консультироваться, но уже и лечиться после проведения таких профилактических мероприятий. Вообще, как дела у нас в муниципалитете обстоят с этой проблемой? Много ли людей состоит на учете? И находимся мы тоже рядом с Москвой. Да, наркомания – это тяжелое хроническое рецидивирующее заболевание. Она затрагивает абсолютно все слои общества. К сожалению, в последнее время тенденции к улучшению наркологической ситуации в плане заболеваемости наркоманией в Ленинском городском округе нет. За последние три года мы отмечаем рост числа наркологических заболеваний более 6%. Уже в 2023 году под наблюдением находятся 170 больных наркоманией. Это пациенты уже с формированным синдромом зависимости. То есть это, по меньшей мере, вторая степень наркомании. И ежегодно самостоятельная обращаемость пациентов за помощью в наркологические учреждения и к нам в том числе растет. В этом году мы взяли под наблюдение 22 пациента с наркоманией. При этом хочу отметить, что чаще всего это как раз самостоятельное обращение за лечением. Но бывают случаи выявления наркологических заболеваний при профилактических осмотрах. Когда мы отбираем пробу мочи, обнаруживаем наркотические вещества в биологической пробе, проводим работу и наблюдаем уже диспансерно таких выявленных пациентов. Насколько вообще эффективно лечение? Можно ли полностью излечиться от наркомании? Мы, наркологи, никогда не говорим о полном излечении от наркомании. Мы стараемся достичь максимально длительной ремиссии. И случаи, когда человек не употребляет наркотические вещества 10, 15, 20 лет. Такие есть и в нашей практике. Зачастую мы поддерживаем контакты с такими пациентами. Они делятся своим опытом. Как они преодолели психологическую зависимость уже после того, как не ощущают физической зависимости. Есть положительные эффекты нашей работы. Есть пациенты, которые хотят лечиться, хотят избавиться от этой пагубной привычки и зависимости. Напрасно бытует убеждение среди родственников, среди населения, о том, что больного наркоманией можно лечить только насильно. Очень часто обращаются самостоятельно, иногда даже в тайне от семьи обращаются за лечением. И мы видим достаточно длительные ремиссии, очень хорошие результаты нашей работы. Здесь, конечно, проводится и медикаментозная терапия, и психологическая коррекция, и необходимая работа с психотерапевтом. Комплексный подход дает нам положительный результат в лечении. В завершение нашей беседы давайте еще раз напомним телефон «Горящей линии». Вы можете позвонить по телефону 8-495-541-08-89. Звонков ждут с 11 до 14 часов. Мы звонков ждем завтра, особенно мы их ждем с 11 до 14 часов. Вообще, это телефон наркологического диспансерного отделения. Можно позвонить в любое время, в любой день с 8 до 18 часов. И вам ответят сотрудники наркологической службы. Ольга Федоровна, спасибо, что пришли. Спасибо за ваш нелегкий труд. Спасибо. Напомню, что у нас в гостях была Ольга Запольнова, заведующая диспансерным наркологическим отделением Центральной клинической психиатрической больницы имени Усольцева.